Донорство как семейная традиция. В отделении переливания крови городской больнице стартовала всероссийская акция «Семейный код донора». Она приурочена Году семьи в России и стала флагманским проектом донорства крови и костного мозга в этом году. С самого утра отделение переливания крови посетил глава города Андрей Бондурко. Я всегда говорю, что у нас в городе Губкинском неравнодушные жители. Мы пришли утром в 9 часов утра, а здесь уже было много неравнодушных наших губкинцев. Я уверен, что они всегда готовы помочь и протянуть руку помощи. Андрей Витальевич побеседовал с донорами, поблагодарил их за отзывчивость и активную жизненную позицию. Глава города и сам прошел все необходимые процедуры и стал донором крови, показав на личном примере, как легко в наше время можно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Отметим, что донорскому движению в Губкинском уже более 30 лет. Когда только город организовывался, это движение зарождалось. И первыми донорами это были, конечно, наши медицинские работники. Но город рос, и сегодня армия доноров нашего движения насчитывает более 300 человек. В последние годы все больше молодых губкинцев вступают в ряды доноров крови. А новый всероссийский проект призван напомнить о том, какую роль играет семья в формировании культуры оказания безвозмездной помощи. У нас более 30 семей являются донорами, но сегодня присутствует около 13 человек, которые сегодня подошли. У нас даже будет донор с редкой группой крови, который сегодня придет с дочкой. То есть это уже в поколении, четвертое поколение, это уже внуки, которые на опыте родителей, я думаю, в будущем тоже вольются в наше донорское движение. Родители и дети, братья и сестры, в отделение переливания крови собрались те, кто пропагандирует донорство, как семейную традицию. Каждая история уникальна. Николай Лещенко стал донором еще задолго до переезда на Ямал. Потом по переезду на север в 88-м году начал сдавать кровь здесь, в городе Губкинском. За это время и дети подросли, сын Денис и Настя, и как-то привлек их к сдаче крови. И вот спустя годы Николай вместе с детьми и внуками получает благодарность за активное участие во всероссийской акции «Семейный код донора». Мужчина уверен, что главное тут не награды и почести, а благие намерения. Если Николай открыл династию доноров крови в своей семье, то Александр и Станислав Косса – продолжатели традиции родителей. Братьям с детства рассказывали о важной миссии доноров. Мы сюда пришли с братом, мы уже порядка шести лет сдаем кровь. В нашей семье все члены семьи сдают кровь, и это, как считается, семейная традиция. У нас привели сюда родители. В отделении переливания крови созданы все условия. Выставка детских рисунков, приятная музыка и комфортная комната для пребывания до и после процедуры делают донорство еще более доступным и комфортным. Сама же акция «Семейный код донора» продлится до ноября, так что вы еще можете принять в ней участие. Элина Чекинатинкус, Марина Ефремова, Данила Индюков. Новости Губкинского.